В небольшой квартирке жил кот по кличке Вискос со своей любящей хозяйкой Анной. Они провели бесчётное количество дней, обнимаясь на диване, играя с игрушками и гоняясь друг за другом по дому. Но однажды Анна заболела, и её пришлось госпитализировать. К сожалению, её состояние ухудшилось, и она скончалась. Вискос был опустошён. Он обыскал квартиру в поисках Анны, но её нигде не было. Единственное, что у него осталось, — это её ноутбук. Малыш сидел рядом, ожидая, когда Анна вернётся домой. Однажды в квартиру пришла подруга Анны и застала Вискоса, сидящим рядом с ноутбуком. Она знала, как сильно Анна любит его, и решила показать ему видео, которое было у неё сохранено. Как только видео начало воспроизводиться, Вискос заглянул в ноутбук, не понимая, что происходит. Но тут он услышал голос Анны. «Здравствуй, мой милый Вискос», — сказала она на видео. «Я так тебя люблю. Знаю, что я больше не с тобой, но я хочу, чтобы ты знал, что я всегда буду с тобой душой». Уши котика навострились, и он прислонился головой к экрану, прислушиваясь к голосу Анны. Он мог слышать её смех и добрые слова, и на мгновение ему показалось, что она была рядом с ним. И тут он сделал нечто неожиданное. Он лизнул экран ноутбука. Подруга была тронута до слёз, наблюдая за эмоциональным проявлением любви от кота. Вискос наконец понял, что Анны больше нет, но её любовь и воспоминания всегда будут с ним. Девушка знала, что Вискос никогда не забудет Анну, и в тот момент она знала, что всегда будет следить за ним. С того дня Вискос сидел рядом с ноутбуком, слушая голос Анны на видео, и иногда даже нюхал его. Это было горько-сладким напоминанием о любви, которую они разделяли, но этого было недостаточно, чтобы успокоить сердце Вискоса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.